Самой подавленной страной в Европе считается... Да-да, вы угадали, Франция! Официальный медицинский диагноз депрессия здесь стоит у каждого пятого, поэтому страдает, лидирует в использовании психотропных препаратов. Удивительный факт, что при этом французы чаще всего покупают розовую туалетную бумагу в цветочек. Таковы данные безжалостной и сухой статистики. Если вы бывали в Париже, то, скорее всего, вы останавливались в отеле, и наверняка вам хочется оказаться во французском жилье и посмотреть, как живут обычные французы. Давайте сделаем это вместе. Прежде всего, должен сказать, что ни одного французского открытого подъезда я не встречал. Они всегда закрыты на кодовые замки. Я знаю код, пойдемте. Мы вошли в здание внутри, располагаются почтовые ящики и прямо за моей спиной помещение для консьержа. Известно, что консьержа – это старейшая французская профессия. Дальше второй типичный атрибут каждого французского жилья – винтовая лестница. Пойдемте, нам на пятый этаж. Есть у французов одно неприложное правило – кого бы вы не встретили в подъезде, положено здороваться. Квартиры тут достаточно маленькие, поэтому снимать на телефон на широком угле достаточно неудобно. Но попробуем сделать и посмотреть, что из этого получится. Начнем с кухни. Обычным атрибутом каждой французской кухни является кофеварка. А вот стиральная машина, которая здесь есть – это совершенно редкий гость. Французы живут в очень маленьких квартирах, поэтому пользуются прачечными, которые расположены по всему городу. С соображения экономии санузлы, как правило, совмещенные, и зачастую в них очень тесно. Жилые комнаты большими площадями тоже не отличаются. Хотя по французским меркам эта комната весьма внушительная. Есть у французов две страсти. Одна из них – это забастовки и акции протеста. Вокруг таких мероприятий сразу же вырастает целое событие. Приезжает общепит, французов кормят и развлекают. Вторая страсть – это рынки. Продуктовые рынки работают по всему Парижу, даже около городской мэрии. Но отдельного внимания заслуживают рынки блошинные. Например, этот рынок, называется он Маршу Пюс, располагается в двух шагах от метро Пор-Дюван. Работает по выходным с 6 утра до часу дня, невзирая на погоду. Смотрите, что я нашел. Это настоящая кофемашина от Биолетти. На плите можно приготовить эспрессо и даже взбить молоко для капучино с помощью капучинатора.